Краудфандинг или народный интернет финансирования идей. Более четверти миллиарда долларов за несколько лет собрано на поддержку 25 тысяч проектов в науке и культуре. Практику, известную на Западе, перенимают и у нас. Илья Костин подробнее. Суть краудфандинга от английских слов «крауд» — толпа множества и фандинг финансирования — заключается в том, что люди добровольно объединяют свои усилия и средства, чтобы поддержать в интернете чьи-то разработки. Но сначала инженеры, просто творческие люди, выкладывают на специальных веб-сайтах свои идеи, соображения и расчеты. Например, как это сделал этот фермер с острова Принца Эдуарда. Вечером деньги, утром мясо. Чтобы увеличить поголовье скота, он обратился за помощью к микроинвесторам через интернет. Здравствуйте, меня зовут Рэймонд Лу. Краудфандинг для меня — отличный способ привлечь внимание покупателей со всего мира. Необходимость займов или покупки скота под реализацию теперь в прошлом. Фотографии и видеоролики вещей, прототипов и концептов теперь появляются во всемирной компьютерной паутине практически каждую минуту. Их авторы предлагают всем интересующимся вложить в развитие проектов сравнительно небольшую сумму — часто всего несколько долларов. Взамен инвестор может купить продукт с существенной скидкой или же вовсе получить его бесплатно, после того, как будет закончена исследовательская работа и налажено массовое производство. Их автор говорит, что если вы поможете мне собрать деньги на альбом, я сделаю для вас особенные подарочные издания. Если вы поможете мне приобрести какое-то оборудование, я бесплатно отдам вам фильм, который сниму или что-то в этом духе. Так, например, снимали этот российский фильм о роуп-джампинге или, проще говоря, прыжках с высоты на альпинистской веревке. Прежде чем профинансировать понравившийся проект на каком-либо краудфандинговом веб-сайте, стоит внимательно ознакомиться с условиями сбора средств. В большинстве случаев деньги возвращаются инвесторам, если необходимую сумму так и не удастся собрать. Впрочем, всегда можно договориться, как это сделала начинающий фотограф из Ярославля Екатерина Докучаева. С помощью единомышленников из интернета студентка решила собрать свою полноценную фотостудию. Я планирую собрать около 80 тысяч, хотя, конечно, этого все равно будет недостаточно, но я планирую еще своими силами заработать денег и открыть свою студию. Самый успешный проект запустили разработчики необычных наручных часов. С помощью встроенных в них датчиков они могут стать велокомпьютером, отображают на экране скорость, преодоленную дистанцию и координаты местности. Сумма интернет-пожертвований на доработку и выпуск этого гаджета составила 10 миллионов долларов. Народное финансирование через интернет постепенно становится популярным и в России. Впрочем, главным отличием отечественных ресурсов является желание поддерживать как коммерческие, так и некоммерческие проекты, например, возведение памятников выдающимся личностям или покупку бытовой техники для детских домов. Илья Костин, Игорь Тихонов, Первый канал. Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Стефенсон, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем – человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать в средства, созмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда в мировой транспортной нише, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобно уже удавалось в истории, например, Боингу. Империи рушатся, распался Советский Союз. Но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась. Как живет и работает Транссибирская магистраль. Построенный век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенный по струнным технологиям небесной дороги, Skyway, также будет работать на благо людям столетия, принося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. После сертификации проект перейдет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям, тем, кто и платит за проезд по этим дорогам и своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народно акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Продолжение следует... Продолжение следует...